Приветствую всех заглянувших любителей ретро-мобил. В нулевые многим из нас мобильные девайсы под маркировкой Sony Ericsson дарили незабываемый опыт и эмоции. От железной составляющей до программной у них всё было на высоте, а внимание к мультимедийной части так и вообще было решающим. Частенько эти девайсы в первую очередь славили своими камерными достижениями, некоторые из них позиционировались как полноценные цифровики. Само собой, стоили эти радости немало, однако проблемы имели те же самые, что и большинство телефонов того времени. В основном это касалось проприетарных входов. Впрочем, нулевые довольно благополучно завершились для Sony и для Ericsson, ибо в 2010 году они уже спокойно клепали смартфоны на дроиде. Причём в стиле своих былых моделей дизайном новенькие телефоны не обделяли. На тот момент излюбленным форм-фактором для них стал Human Surveight. Да, дизайн был настолько значим, что получил собственное название. Смысл был в том, чтобы формой телефона попытаться повторить форму ладони, дабы хватать его было удобнее. В какой-то степени японо-шведам это удалось, но даже если концепция работала только на бумаге, визуально эти Sony выглядели довольно футуристично. Однако со стороны форма скорее напоминает этакое цифровое зеркало заднего вида для вашего авто, да и камера как-то ближе к центру лежит, будто действительно пилилась под видеорегистратор. Держа смарт в руке стандартным способом, вы её скорее всего закроете. Ну и само собой от кнопок, тогда отказываться было не принято. Так что физических нажималок здесь аж три. Стилизовать их расположение пытались под контур футбольного мяча, ибо в то время была какая-то футбольная движуха. И приложение UEFA, которое впило здешнюю прошивку намертво, постоянно об этом напоминает. Вообще этот дизайн был у всех устройств Sony Ericsson, которые пытались в будущее. Начиная от модели Vivas, вышедшая ещё в 2009, и даже Sony Xperia Play получила его же, вплоть до мелких деталей. Вообще он и сейчас смотрится вовсе не проигрышно, и будь у них экран побольше, а дроид посвежее, своих юзеров эти Sony Ericsson'ы нашли бы быстро. Здесь же у меня пожалуй самая популярная их модель того времени, под маркировкой Neo V, датированная 2011 годом. В то же время известна эта модель довольно печально, причём не сама по себе, а именно потому что стала последним Ericsson'ом, известным нам. И надежды Sony на реабилитацию бренда не оправдала. Дело в том, что мобильные дела у этого японо-шведского тандема тогда шли неважно, и исправлять положение нужно было лишь серией бомбезных смартфонов, которые все раскупят. Но глядя на то, что в магазинах телефонов с приставкой Ericsson вы больше не увидите, уверен и так догадываетесь об успехе этого мероприятия. Однако причина их провала была не в самих телефонов, а скорее в цене. Sony в своём стиле не желали отставать по качеству от самого Apple, и соответственно все тяготы мощной начинки и хорошего железа ложились на тонкие кошельки пользователей. И вот что все мы могли получить примерно за 14К в далёком 2011-м. Почти 4-дюймовый смартфон на втором дроиде, одноядерный гигагерцовый процессор, 512 мегов оперативы и хранилище. Но SD-карту у него никто не забирал, так что и развернуть памяти побольше можно было и даже нужно. Хоть железо этого малыша на тот момент было и довольно внушительным, гораздо более значимой всегда оставалась его мультимедийная часть. Своими контентно-создавательными функциями этот аппарат мог тогда потягаться с любым конкурентом. И главное спустя 10 лет по-прежнему неплох в своих задачах. На борту его 8-мегапиксельная камера, со вспышкой, автофокусом и естественно неслабым качеством. Вообще, зная любовь Sony Ericsson к фото-видеоаппаратуре своих телефонов, можно было ждать что-то достойное. Но на столько годную камеру не всегда современные смартфоны получают. Фоткает она не хуже тогдашних цифровиков, да и в разрешении 2.560 на 1440. Разумеется, с автобалансом света и даже с распознавалкой лиц. Видеорежим же на своих 30 кадрах снимает просто потрясно. Плавно и чётко, сохраняя детали всего, на что направлен автофокусный объектив. Пожалуй, единственная её слабость – это разрешение. Пишет родная камера здесь максимум в 1280 на 720. Имеется даже родное приложение для создания 3D-панорам. А также отдельная кнопка для запуска камеры, спуска и ручного фокуса. В общем, его фото-видео часть практически безупречна, особенно для 2011. Есть даже фронталка для видеозвонков, которые уже могли быть для него более чем актуальны, ибо Android всё же открывает обширные горизонты связи. Фронтальное же качество очень близко к тому, что вы получаете от фронталок ноутбуков, да и размер у неё соответствующий, и телефон этого не скрывает. Родная же операционка мало чем отличается от иных дроидов. Выделяется разве что пара довольно динамичных приложений для быстрого свапа фоток, видео и музыки, в том числе и на более свежие оси. Официально этот Neo V можно подтянуть аж до четвёрки. Но и в том и в ином случае вечные сониевские беды не обошли стороной и эту ось. Ни одного диспетчера файлов, соответственно никаких кастомных приложений. И хоть это может быть неудобно для энтузиастов, пользователи в 2011 могли этого и не замечать, ибо есть гугловый плеймаркет со всем необходимым. Но в те моменты нашего будущего, когда плеймаркет просто вылетает на старых дроидах, энтузиастам при пользовании придётся быть так или иначе. Один из немногочисленных способов поставить на этот сони сторонний софт, это скачать АПК из интернета, а затем как-то открыть через загрузки. С компа АПК-шку скидывать бесполезно, ибо без диспетчера файлов вы её всё равно не откроете. Это же касается и самого диспетчера файлов. Так что сразу появился повод оценить его 3G и Wi-Fi. С ними у этого сони до сих пор неплохо. А вот сам телефон за эти годы в интернете, разумеется, стал уже не таким резвым. Впрочем, через родной браузер, а другого здесь никак не получить, удалось добраться до глючных секторов плеймаркета, залогиниться в нём и всё же добыть себе диспетчер файлов. Вот теперь-то всё как на ладони, и сторонним приложением доступ открыт. Например, сканеру штрих-кодов и QR-кодов. Максимально актуально на сегодняшний день. Между прочим, даже сравнительно современные смарт-часики к этому сону удалось подтянуть через QR-ку. Вот уж действительно тандем, которого никто не ждал. В дополнение к поиску лиц, что уже стоит в камере с этими фишками, она становится куда универсальнее. Этот же небольшой хак позволяет накидывать сюда любые игры, что этот девайс подтянет, в том числе и ряд эмуляторов. Быть может, покажется бессмысленным пускать этот девайс под игровые нужды. В конце концов, на его же базе уже имеется Sony Xperia Play. Но соседний с microUSB вход заставляет задуматься о ряде альтернативных применений. Это micro HDMI, и эта штука реально решает. Во-первых, фотки и видео вы теперь можете вывести на свой телек или монитор без всяких посредников, достаточен всего один переходник. Во-вторых, этим же методом туда можно вывести все остальное. Это буквально становится Android-компьютером, который всегда и везде доступен. Был бы какой-нибудь монитор. Плюс, если накинуть ему клава-мышь через соседний microUSB, вы по сути и получаете тот самый полноценный ПК на дроиде. С камерой, микрофоном и прочим. И вот теперь уже можно задуматься об играх, управляемых через геймпад тем же USB-шным или блютусным образом. Итого, это может стать смартфоном, компьютером и игровой консолью без каких-либо доработок прямо сейчас. Причем, в большинстве случаев даже не расстраивая нехваткой производительности. Во всяком случае, типовой интернет на нем пашет не хуже, чем на дешевых ноутбуках в стиле 2 ядра 2 гига. Таким образом, эти Neo-V действительно имели гигантский потенциал. Однако, этот последний шанс не вознес Sony Ericsson к тем финансовым успехам, на которые они рассчитывали. И в том же 2011-м Sony благополучно выкупила все полимеры Ericsson, а последующие модели назывались уже просто Xperia. Sony Ericsson, который мы знаем, тогда навсегда исчез, а этот девайс нежданно стал их лебединой песней. И теперь некогда великий бренд остается лишь в нашей памяти. И в подобных ретроаппаратах, которые, как выясняется спустя года, могут быть весьма изобретательны и полезны. Цените классику, друзья. И до скорого.